Привет, ребята! Сегодня моя смена. Есть у меня несколько свободных часов вечером, и я решила покатать. Поедем посмотрим, что у нас сегодня есть. Хотела придать привет. Оказывается, меня смотрят люди в Израиле и в Париже. Ребят, Израиль, Париж, огромный вам привет. Из Питера погода нас пока радует. Удачи вам во всех делах и огромная благодарность за то, что смотрите и болеете за меня. Спасибо вам. Ну а сейчас заводим машину, пристегиваемся, хотя я уже пристегнулась, машину завела. Едем смотреть, что сегодняшние пару часов вечерней смены мне принесут. Поехали. Ну что, ребят, после того, как я вышла на линию, буквально сразу прилетел заказ. Быстрая подача. Я, собственно говоря, на него еду. Вот. Хочу поблагодарить вас за комментарии, за полезные, за полезные комментарии. Я всем отвечаю. Благодарю за советы, да, за какие-то определенные, которые могут мне пригодиться в нашем нелегком деле. Вот. И хочу попросить... Ну, я понимаю, что российский ютуб такая вещь злая, и каждый хочет высказывать свое мнение. Но серьезно, ребят, не очень приятно читать комментарии прям какого-то прям жесткого негатива. Ну, я же девочка, и я все очень близко к сердцу воспринимаю. Прошу вас, пожалуйста, ну, как-то вы, когда высказываете свое мнение, не жестите слишком сильно. Но я реально расстраиваюсь. Серьезно. Вот. А для тех, кому интересно личная жизнь, тренировки, да, какой-то лайв-канал, прошу подписываться на меня в Инстаграме и ВКонтакте. Я всех добавляю. По возможности стараюсь со всеми общаться. Ссылочки под видео. Подписывайтесь. Буду рада вас видеть на своих страничках. Вот. Я почти приехала, кстати. Чтобы разъехаться еще с людьми. Спасибо девушкам. Благодарю. Вот. Подписывайтесь. Там есть и дети, и занятия спортом, и правильное питание, да, и какие-то забавные истории, смешные фотографии. Еще раз повторюсь, буду рада вас видеть. Я подъехала. Добрый день. Вы-то заказывали такси? Пожалуйста, садитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Метро Кировского зовут. Ага, хорошо. Девушка, можно побыстрее? Я очень сильно опаздываю. Да, конечно. Ну, я надеюсь, что пробок уже нет в это время, поэтому мы доедем на день быстро. Максимально быстро постараюсь вас довезти. Спасибо. Вы не могли бы пристегнуться, пожалуйста? Да, конечно. Не извиняйтесь. Да, не извиняйтесь, это как бы дело каждого, но я отвечаю за вашу безопасность. Спасибо. В принципе, в теории ехать недалеко. Надеюсь, что быстро доеду. После работы, да? Да. Девушка, а можно побыстрее? Я опаздываю. Ну, я стараюсь максимально быстро ехать. Все, вот один светофор и уже метро. Хорошо. Ну, трамвай-то нам не в тему, конечно. У вас наличными, да? 248 рублей, пожалуйста. У вас 5000, а помельче не будет? Я просто раздала уже все. Нет. Конец смены, к сожалению. Может быть, на карточку? Нет, конечно. Нет, карточка. То есть, в Сбербанку, наверное, тоже нету? Нет. Просто я бы вышла, разменяла, но здесь просто нельзя машину ставить. Ну, тогда давайте, я пойду поменяю. Поменяете? Конечно. Ну, давайте, я тогда вас здесь подожду. Хорошо. Хорошо? Да. Давайте, я вас жду тогда. Хорошо. На остановке тут стоять нельзя. Но я очень надеюсь, что девушка вернется. Ну, сколько по времени тут разменять деньги в метро, в кассе? Ну, 5 минут. Да? 5 минут. Кстати, подписчики мои любимые и дорогие, признавайтесь, кто в меня влюбился. Смотрите, какой у меня тут товарищ выскочил. Не ваших ли рук это дело, мои хорошие? И стою я на остановке, и стою я на аварийке, и все мне маршрутки сигналят, и автобусы тоже. И, в общем, плохая девочка я сегодня. Стою не там, где надо. Но что делать? Надо как-то зарабатывать деньги, вот жду, когда придет. Девушка, которая очень сильно торопится. Блин, я надеюсь, что она меня не кинет. Очень на это надеюсь. Ну, что, господа товарищи, братья и сестры мои, таксисты. Это кидалово. Это, бляха-муха, кидалово. Реально очень обидно. Очень обидно. То есть она опаздывала, я максимально старалась быстро привезти ее туда, куда ей надо. И она просто, блин, пошла менять деньги и не вернулась с оплатой. Завершаю я заказ. И это реально кидалово. Конечно, здесь опять-таки палка о двух концах. Что нужно было подготовить сдачу. Что, я не знаю, что еще там нужно было. Карточку Сбербанка ей оформить. Но я реально как бы, ну... Нет у меня сдачи. Нету. Я первый раз оказалась в такой ситуации. И это крайне неприятно. Вот прям пипец как неприятно. Вот прям вообще неприятно. Я так не делаю никогда. Вот вообще никогда не делаю. Плакать я, конечно, не буду. Но... Настроения нет никакого. Ладно. Напишите в комментариях, как часто у вас бывают такие случаи. Как от таких случаев предостеречься. Не надо писать в комментариях, что нужно всегда иметь с собой сдачу. Это и так вижу понятно. Я уже сказала, что это палка о двух концах. Просто напишите, как часто у вас такое бывает. И что вы вообще думаете по этому поводу. Вот. Я поеду катать дальше. Надеюсь, что больше таких неприятных казусов со мной не произойдет. Реально, блядь, неприятно. Вот серьезно. Вот просто капец. Ладно, ребят. Адьёс. Поехала дальше катать. Ну что, ребят. Подводя итоги трех с половиной часовой смены сегодня, заработала я мало. Всего 1700 рублей. Было бы 1948, если бы меня не кинули сегодня на бабки. Это крайне неприятно. И мне безумно жаль, что существуют такие люди, которые вот так вот поступают. Я понимаю, что это торопилось как бы. И, возможно, косяк мой в том, что у меня нет сдачи. Но порядочные люди так не поступают. Я никогда так не делаю. И мои люди, которые окружают меня, тоже так не делают. Если честно, день сегодня был тяжелый. И плюс еще я поработала. И я реально устала. Плюс этот неприятный инцидент. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я пойду в магазин. Куплю себе салфеток. И буду всю ночь плакать в подушку о том, как жизнь несправедлива. Реально. Ну а вам не скучной ночи? Берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok